Добрый вечер, это новости в студии Евгений Нифанов. Валюта на расхват. Борота существенно выросли. Когда мечи начали скупать доллары. В почести маршалу. Я запомнил последние слова. Наше дело правое. Рад будет разбить, победа будет за нами. Как 90-летний герой отмечает юбилей. Единая история. Он не будет хорошим учебником. Почему эксперты сомневаются в одной методике преподавания. А также обзорки на премьер и новости спорта. В Омске резко вырос спрос на валюту. Об этом нам сегодня рассказали в Омском отделении крупнейшего банка страны. Горожане моментально отреагировали на колебания рубля по отношению к главным мировым валютам евро и доллару. Уже почти две недели курс лихорадит. И если перед праздниками рубль укрепился, то все остальные дни, включая сегодняшний, слабел. Итак, текущие значения. По отношению к евро рубль потерял сегодня вновь ощутимо. Почти рубль. К доллару тоже прилично. На 79 копеек. Журналисты «Антенны 7» выяснили, что обесценивающийся рубль все чаще меняют в банках города на евро и особенно доллар. Мы узнали, каковы объемы покупки этих валют в неспокойном для биржи «Октябре» по отношению к более стабильному сентябрю. Если в сентябре мы видели, что также объемы покупки и продажи населением были одинаковые, то в октябре спрос со стороны населения превысил также в три раза. Единственное исключение последние дни. Там спрос превысил население в 10 раз. То есть последние три дня и вообще последняя неделя. То есть там обороты существенно выросли и население активно покупало валюту. Добавлю, что сегодня в Центробанке признали, что на рубль существенное влияние оказывает дешевеющая нефть. Его жизненный путь – это путь солдата, служащего своей родине и верного присяге, которую, как известно, принимают только один раз. Дмитрий Тимофеевич Язов. Наш земляк является одним из четырех ныне живущих маршалов Советского Союза. Последний, кто занимал должность министра обороны СССР. 8 ноября он отпразднует свой юбилей 90 лет. В честь этого он сделал сегодня необычный подарок о мечам. Подробности у Ксении Тойчкиной. Дмитрий Тимофеевич родился в деревне Язова Омской губернии. Ныне это место относится к Оконечниковскому району Омской области. С детства он чувствовал любовь к своей родине и желание ее защищать. Когда началась Великая Отечественная война, он, не закончив среднюю школу, прибавил себе год и отправился на фронт с 17-летним мальчишкой. До сих пор в его памяти звучит то объявление по радио о начале войны. Я запомнил последние слова. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. И запомнил первые слова. Без объявления войны начали бомбить наши города. Брест, Киев, Минск. Дмитрий Язов воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, участвовал в обороне Ленинграда, наступательных операциях в Прибалтике. Дважды был ранен в боях за подвиги. На войне награжден орденом Красной Звезды. После победы он продолжил военную карьеру, пиком которой стало назначение в 1987 году министром обороны СССР. Он, как и большинство высшего военного руководства страны, был не согласен с политикой Горбачева. В 1991-м он примкнул к ГКЧП. По его приказу 19 августа в Москву были введены танки и тяжелая военная техника, за что спустя несколько дней он был арестован, лишен высокой должности и военных наград. Тогда в камере вспоминались строки из стихотворения Лермонтова «Умирающий гладиатор». Одинокие гладиаторы, стены, голые кругом, Только светят луч шлопады, умирающие в огнем. Освободили Дмитрия Тимофеевича из-под стражи только в 1993 году. Он продолжил свою военную деятельность, но уже на более низких должностях. Однако награды ему все же вернули. Теперь их можно воочию увидеть в музейном комплексе воинской славы о мечей, как и другие ценные вещи, которые он передал в фонд музея. Это биографические материалы, фотографии, которые отражают его жизненный путь, мундир с его наградами, различные сувениры, удостоверения. О присвоении ему звания почетного гражданина Омской области, знак и другие предметы. Дмитрий Язов часто был гостем этого музея и постоянно как-то старался помочь. Это уже не первый вклад Дмитрия Тимофеевича в Омский музейный фонд. В 1995 году с его помощью сюда была доставлена вот эта военная техника времен Великой Отечественной войны. Именно тогда здесь была открыта выставка под открытым небом. Хочется верить, что чиновники из образовательных ведомств рекомендуют проводить здесь экскурсии для школьников чаще. А учителя истории расскажут о маршале Язове подробнее. Ведь, как показал наш экспресс-опрос, о мечи мало что знают о великом земляке. Вы знаете, кто такой Дмитрий Язов? Нет. Не предполагается ли? Может быть, какой-нибудь артист? Что-то слышал, но нет, не припомню. По-моему, какой-то там военачальник. Очень бы не хотелось, чтобы фамилии героев, защищавших нашу родину, путались с фамилиями артистов. Ведь участники войны рисковали своей жизнью за мирное небо над головой. И мы обязаны помнить их имена. Ксения Тойчкина и Артем Колесников. Антенна Семь. Профессиональные знания устаревают. Общее образование тоже. Вечным студентам быть полезно. В образовании для всех сегодня говорили в педуниверситете на межрегиональной конференции. Собравшиеся обсудили значимость получения новых знаний именно для взрослого поколения людей. Зачастую грамотно отреагировать на экономические условия мешает недостаток новой информации. А потому учиться, другими словами посещать различные курсы и семинары, необходима всю жизнь. Для сравнения, на Западе ежегодно повышают свою квалификацию 60, а то и 70 процентов всех работников в России же только 5 процентов. Мы попросили одного из выступающих, депутата Госдумы России Олега Смойлина, поделиться также своим мнением насчет идеи создания единого учебника истории. Я думаю, что уже создана концепция исторического преподавания, и этого достаточно. Да, действительно, подходы должны быть едины, но делать единственный учебник неправильно. Этого не было и в советское время. Были отдельные учебники для школ, для школ с программами повышенной сложности, для техникумов, для тех, кто готовился в вузы и так далее. Сейчас дети еще более разнообразны, и поэтому заставлять всех работать по одному и тому же учебнику, с одной и той же методикой, это значит ограничивать возможности развития нашего образования. По опыту знаю, единый учебник, который будет согласовывать на всех уровнях, будет такого среднего серого цвета. Он не будет хорошим учебником. Омский государственный университет имени Достоевского отмечает юбилей 40 лет с момента своего основания. Выпускники разных лет, разных факультетов в эти осенние дни собираются, чтобы вспомнить студенческие годы, увидеть своих преподавателей, однокурсников. Праздничную эстафету принял факультет филологии и медиакоммуникаций. Его выпускница Марина Бугрова сообщает. Шумный зал, фотографии и шампанское. Такое у выпускников разных лет Омского государственного университета имени Достоевского бывает раз в пять лет. 40-летний юбилей родной альмаматор встречают скромно, но с большой радостью. Здесь собрались филологи, журналисты, издатели, библиотекари, пиарщики. Одним словом, коллеги. Валерия Ивановича Хомякова без преувеличения можно назвать известной университетской личностью. Всю свою жизнь он посвятил ОМГУ. Валерий Иванович из самого первого выпуска. Мне кажется, что я могу вслепую уже найти эту дорогу к университету, потому что 40 лет, то учился пять лет, потом короткий период, аспирантура и прочее, а потом всю жизнь преподавал в университете. Всегда ощущаю себя молодым, всегда нужно быть в форме, потому что студентов нужно учить, чтобы они были умными. Интересные и всегда актуальные лекции доктора филологических наук Елены Григорьевны Малышевой помнят без исключения все выпускники-журналисты. Увлечь студентов, говорит она, помогает большая любовь к делу, а еще к самому университету. Омский университет, говоря словами нынешней рекламы, это мечты сбываются. Для меня это действительно так. Я хотела заниматься наукой, я ею занялась. Потом я захотела стать кандидатом наук, я им стала. Потом я захотела стать доктором наук, я им стала. Я захотела заниматься спортивной журналистикой, она меня интересовала, я ею занялась. Я здесь нашла друзей, я здесь нашла единомышленников, свою единственную работу, на которую мне каждый день очень хочется идти. Эмоций в этот день много и у выпускников, для которых университет просто место учебы. Екатерина Шмелева, специалист по связям с общественностью, сначала даже потерялась среди своих же. Множество знакомых лиц, то там, то там, еще не вспомнила все имена, но все такие родные преподаватели, филологи, издатели, пиарщики. В то время же не было журфака, и все филологи становились либо учителями, либо журналистами. И старшее поколение омско-журналистики – это филологи. За свои 40 лет факультет филологический превратился в факультет филологии и медиакоммуникации. За эти годы преподаватели факультета подготовили более 5000 специалистов для сферы образования, культуры и науки. Сегодня трудно поверить, но в далеком, 74-м, первый набор состоял всего из 325 студентов. Начинали с двух факультетов – естественных и гуманитарных наук. Четыре десятилетия спустя в стенах классического университета в 10 корпусах на 13 факультетах учатся 11 тысяч студентов. Марина Мугрова и Андрей Кузьмин. Антенна 7. В стране продолжают отмечать юбилей великого классика. Ученый из Армении приехал в Омск, чтобы рассказать о Лермонтове. Такое стало возможно только в рамках Международной научной конференции «Лермонтов. Личность. Судьба. Творчество». Поговорить о значимости поэта в современном мире собрались омские лермонтоведы, гости из-за рубежа и студенты филфака. Об итогах встречи Алла Аксенова и Александр Филиппов. Будущий филолог Любава Березовская на конференцию пришла за истиной. Здесь она ищет ответ на вопрос о гибели Лермонтова. Лермонтов правильно стоял на дуэли. Что там было взгоре, а не плоская поверхность. То, что фактически его сердце, которое обычно при дуэли закрывается рукой, было открыто. Для меня это стало шоком, потому что я не ожидала настолько подлых отношений. Потому что дуэльный кодекс для дворян был всем в то время. Лермонтов любил Кавказ. Именно там создал большинство произведений. Во время странствия он записал и сказку о Шик-Кирип. А вот фольклору какого народа она принадлежит, ученые спорят до сих пор. Профессор из Еревана много работ посвятил теме «Армянское» в творчестве Лермонтова. Там жила грузинка молодая, в горе Медушном увидая, случилось раз из темных глаз, алмаз любви скатился. Ах, ею старый армянин гордился. Как и Пушкин, как и Достоевский, как и Толстой, он также актуален. Он имеет свою нишу. И оттуда в армянском мире его никто не вытолкнет. Своим поэты считают во многих странах и, конечно, городах России. Большую часть жизни Лермонтов провел у бабушки в селе Тархан и Пензенской губернии. Потом в Москве, Санкт-Петербурге и на Кавказе. В Сибири поэт никогда не был. Однако есть то, что связывает Лермонтова с Омском. Это связь в книгах, которые сохранились. Оказывается, в канун Гражданской войны, в 1918 году, в Омске издали песню про купца Калашникова. Книга стоила 30 копеек. А еще сохранилась рукопись любимого Лермонтовым Бахчисарайского фонтана Пушкина. Лермонтову посвящен современный труд, энциклопедический словарь. В нем максимально полно освещена жизнь поэта. Книгу уже оценили ученые Москвы и Петербурга. Книга обращена к самому широкому полу. То есть всех тех, кто любит русскую литературу, русскую поэзию и творчество Лермонтова. Со дня рождения Лермонтова уже 200 лет. Но времени что, когда в сердцах и умах людей поэт жив. Алла Аксенова, Александр Филиппов, Антана Семь. Следующий шаг человечества станет величайшим, обещает нам уже ставший культовым режиссер Кристофер Нолан. Сегодня в прокат вышла картина «Интерстеллер». Обо всех кинопремьерах в нашей еженедельной рубрике. Мэтью МакКонахи, Энн Хэтуэй, Джессика Честерн, Майкл Кейн и еще нескольких голливудских звезд собрал на съемочной площадке режиссер и сценарист Кристофер Нолан. Фильм с бюджетом в 165 миллионов долларов рассказывает о недалеком будущем, когда нет ни санкции, а засуха приводит человечество к продовольственному кризису. Поставить на ноги отечественных производителей уже нельзя. Выход – переселить человечество на другую планету. Мерф, я люблю тебя. И всегда буду. Думаю, у многих в памяти остались видеокассеты формата VHS. Аббревиатура означает лишь понятие «домашняя видеосистема». Но российские кинопрокатчики не были бы российскими кинопрокатчиками, если бы фильм с оригинальным названием VHS не перевели бы как «зло». Историю о подростках, одержимых желанием прославиться, и которые невольно становятся звездами очередной интернет-сенсации в жанре ужасы, во всем мире посмотрели еще в этом августе. Надо сказать, зрители неохотно отдавали свои кровные за билеты. 5 миллионов евро потратил японский режиссер Макото Накамура, чтобы снять мультфильм про «Не удивляйтесь» нашего родного Чебурашку. Странно, никаких Чебурашек нет. Значит, вы не будете со мной дружить? В Японии настоящий культ Чебурашки. Его плюшевую копию, а также чашки, ручки, футболки с его изображением можно купить почти во всех магазинах. Забытый поколением герой вновь станет суперзвездой. Теперь на больших экранах. Отчетный концерт при поддержке депутата городского совета Ирины Матвиенко прошел в клубе для детей и молодежи «Городок». Здесь занимаются сразу несколько коллективов. Хореографический, секция каратэ, студия брейк-данса. Все ребята, хоть и юные, но уже титулованные спортсмены. Призовые места занимали на многих городских и российских конкурсах. Недавно в клубе открылась и школа раннего развития, куда родители приводят детей, еще не решивших постоянно посещать занятия в секциях. Каратэ, там удар, ката, кумите. Мы занимаемся в коллективе «Пируэт», в клубе «Городок». Мы танцуем балет, но иногда мы танцуем народные танцы. Волейболистки и «Мички» практически решили задачу выхода в финальную часть Кубка России. Победитель группового турнира выходит в решающую часть соревнования напрямую. В Нижнем Новгороде в двух стартовых матчах наши девушки победили основных соперников команды Суперлиги «Заречья» и «Ленинградку». Волейболисток из северной столицы «Мички» обыграли в сухую 3-0. В двух оставшихся поединках «Кошкам» будут противостоять команды высшей лиги «Сахалин» и «Нижегородская Спарта». А разбавлять состав резервистом наши тренеры не собираются. Перед сезоном Зоран Терзич заявил, что команда будет бороться за высокие места во всех официальных российских и международных соревнованиях. Семь игроков «Авангарда» не сыграют сегодня в принципиальном выездном матче с московским «Динамо». В этом году два календаря регулярного чемпионата КХЛ и Евротура не разошлись на скользкой хоккейной дорожке. Далось знать увеличение числа клубов в лиге и матчи сборных в приоритете. Так что сегодня Сергей Калинин и Никита Певцакин сыграют против Тома Ванделя в матче Кубка Карила «Россия-Швеция». Еще четыре хоккеиста «Авангарда» – Денис Костин, Иван Фищенко, Николай Глухов и Елья Дервук вызваны в молодежную сборную страны. Игроков в распоряжении Райма Суманина осталось от и до. Зато повысился настрой. И тренеры, и хоккеисты намерены не уступать и показать хорошую игру. «Авангард» и «Динамо» выйдут на лед в 22 часа 30 минут по омскому времени. Через полтора часа в полночь начнется трансляция матча «Россия-Швеция». Две победы техническими нокаутами. Омские тайбоксеры успешно стартовали в новом соревновательном сезоне. В ринг-центре «Континента-2» наши бойцы выиграли матчевую встречу у спортсменов из Казахстана. Подробнее Владимир Истомин и Андрей Кузьмин. Правильная тактика против силы и небольшого превосходства веси. Главный герой турнира – 18-летний омский боксер Александр Осетров. Молодой боец быстро оценил сильные стороны своего противника и выбрал правильную тактику. Держал соперника прямым рукой и методично обстреливал ударами ногами с дистанции. По словам спортсмена, он отточил эту технику на последнем сборе в Таиланде. В пятом раунде очередной лоу-кик по бедру достиг цели. Боец из Казахстана, захромав, отказался от продолжения поединка. Таиланд тоже пошел на пользу. Мы там много очень тренировались, бегали много. И как бы это вот и пошло на пользу ног. Также у меня были очень прекрасные оппоненты, которые помогали мне в спаррингах. Владислав Мирошкин победил самым грозным оружием омских тайбоксеров – резкими ударами локтями. В начале четвертого раунда мяч окончательно запутал соперника своими перемещениями и нанес секущий удар. Это специальный маневр, который как бы затуманивает соперника. Он не понимает, откуда прилетит удар. Ну и как бы это все специально было сделано, разрабатывали этот план. Наши сильнейшие бойцы выиграли свой матч в сухую. А омские проаматоры, юниоры, готовящиеся к карьере профессионалов, разделили баллы в споре с командой Тюмени 2-2. В нашей сборной отличились Антон Чижиков и Алексей Кудря. Чижиков продолжает успешно совершенствовать свое умение наращивать давление на соперника по ходу боя. Кудря блеснул хорошими атакующими сериями ногами со средней дистанции. Соперник немного ниже меня, поэтому перед боем я настроился держать его на дистанции, что я и делал в течение всех трех раундов. Новые поединки у наших тайбоксеров в субботу. В манеже «Красная звезда» во время городского спортивного праздника в фестивале единоборств омещи проведут матчевую встречу с командой Кыргызстана. Владимир Истомин, Андрей Кузьмин, Антенна-7. Свои интересные новости и видео присылайте на электронную почту и редакции новости собака-антенна-7.ру. Ну а далее в выпуске рекламная информация. С 5 по 16 ноября в комплексе «Миллениум» пройдет ярмарка индийских товаров. Будут представлены мебель ручной работы, бижутерия, косметика, благовония, сувениры, чай, одежда из Индии. Ярмарка будет работать с 10 до 19 часов. Вход для всех желающих свободный. Ярмарка будет проходить с 5 по 16 ноября в комплексе «Миллениум» по адресу улица Фрунзе, 1, корпус 4. Слышите? Слышите? А вы слышали? Пришло время поверить в чудеса. Новогоднее волшебство в Каскаде. Совершайте покупки от 1000 рублей и выиграйте новогодние круизы по морям и океанам. Подробности в Каскаде. Вы готовы к тому, что ваш доход будет пожирать инфляция? Неужели то, что вы заработали своим трудом, просто превратится в ноль? Как насчет трейдинга? Вы видели сегодняшние котировки? Посмотрите, как я зарабатываю. У вас всегда под рукой интернет. Учитесь управлять деньгами, чтобы начать жить так, как вы всегда хотели. Норковая шуба всего 16 тысяч рублей. Меховая ярмарка «Славянский базар». ТК «Гулливер», второй этаж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова